Коллеги, я всех приветствую категорически. Решил снять видео про сушку зелени, сушка овощей. Ну, я не знаю, как там, роторная, как... Сушка для зелени, сушка для травы. Ее многие игнорируют, многие не понимают, что она действительно дает, зачем она нужна. В общем, незаслуженно считают ее бессмысленной вещью для понтов. Сейчас покажу на самом деле, что она делает, для чего она предназначена. Итак, коллеги, сушка для зелени. Принцип такой, как устроен принцип стиральной машины. У вас в стиральной машине вот так вот бак стоит, да, он начинает сильно крутиться. И за счет вот этой центробежной силы, вспомнил наконец-то слово, вода уходит через стенки, да, из белья. То же самое здесь. Корзина, ну, первая, да, вторая корзина, которая в ней крутится. Мы кладем сюда зеленуху, закрываем и начинаем вращать. То есть, вот, да, вращается барабан, все, через эти стенки, на эти стенки идет вода. Значит, могут быть вот такие ручки. То есть, вот, чтобы не крутить вот это вот, здесь можно нажимать вот так вот ручку. Удобнее? Я думаю, что удобнее. И я ей не пользовался, честно. Ну, как, я ее, как бы, в руках держал, крутил, вертел, да. Я просто, у меня не было активного пользования этой штукой с ручкой. Поэтому я не готов ответить, насколько это... Ну, если дорогая, то, наверное, нормально. Если недорогая, то нет. Из недорогих, вот, самый простой вариант. Это у меня вообще и киевская какая-то. То есть, там, буквально, не знаю, сколько там рублей. 300 она стоит или сколько. И теперь, друзья, самое главное, самое главное, внимание, зачем это нужно. И вот для понтов это или не для понтов. Саник, перестань. Вы, когда делаете салат, моете, да, моете зелень. И как бы там ни стряхивали эту воду, все равно лист держит на себе достаточно большое количество воды. И когда вы делаете салат с маслом, это может быть дорогое масло, кунжутное, ароматное, какое-то оливковое, холодного отжима. Вода же, вода и масло не смешиваются. И когда лист мокрый, ну, мы сделали, да, какое-то количество зелени, положили в тарелку, полили маслом. Вот когда лист мокрый, большое количество воды на нем, масло с него будет стекать в гораздо... То есть, оно меньше будет оставаться на листе, и оно все будет стекать туда, на тарелку. Вы маслом полили, оно по этой воде, хотел сказать, как вам масло, да, съехало на дно и все. Что вы масло лили, что не лили, у вас зелень отдельно, масло отдельно. Если зелень сухая, конечно, какое-то количество останется, понятное дело. Я тут вот проводил эксперимент на мокрый лист бумаги масло капал и на сухой. Ну, во-первых, бумага здорово впитывает, во-вторых, в общем, это все очень ненаглядно и даже не стал показывать. Просто вот, ну, можете сами провести эксперимент. Возьмите что-то там, да. Когда лист сухой, чем сушен лист, тем больше масла на нем остается. Вот в чем затея сушки. Не то, чтобы у вас сухая была зелень, или что-то покрутить, повертеть. Нет, это если вы хотите с душой вкусный сделать салат, с дорогим ароматным маслом, и не только с маслом, да. Чего его с водой-то мешать, там какой-то уксус бальзамический даете. И он с водой перемешивается, и стекает вниз на дно тарелки. Поэтому вот для этого нужна сушка. Я очень рекомендую вам ее иметь, благо стоит несколько сот рублей. Собственно, это все. Ну, я сейчас покажу, как она работает, потому что, ну, наверняка есть люди, которые никогда не видели, а если видели, то не знали, как. Ну, в смысле, понятно, что ее надо покрутить. Я просто покажу, сколько она воды собирает. Ну, я возьму вот какое-то количество листьев. Мы их моем. Вот я нормально так встряхиваю. И сюда возьму какое-то количество сейчас. Вот она, любительница салатов. Соня, поздоровайся с коллегами. Так, вот, смотрите, какой я люблю всегда такие кадры. Яркая, сочная все, да, зеленушка. Вот. Здесь, вот, ничего нет. Ставим. Накрываем крышкой. И, собственно говоря, раскручиваем. Я это делаю. Там количество и быстрота, и количество вот этих кругов зависит от того, насколько много у вас там зелени. Поэтому немножко покрутил, и в обратную сторону чуть-чуть их распрямить, эти листы. Вот. Ну, я, видите, крутил совсем недолго. Совсем недолго я крутил. И вот, уже вот собралось, видите, вот. А так бы масло вот с этой водой бы смешалось. Специи, уксусы всякие с этой водой бы смешались. Выливаем. Вот. И листы, они, конечно, видите, все равно влажные. Ну, невозможно. У нас же не сушильный автомат для белья, да, это. Вот. Но основную воду вы убираете. И вот на такой салат уже совершенно другой калинкор, когда вы попробуете и так, и так. И вы поймете. Так что, дорогие друзья, это, наверное, одно из самых коротких видеороликов. Я вот вижу, 7 минут еще нет. Я это до монтажа. Вот. Ну, правда, ее многие игнорируют. Многие говорят, да что это такая ерунда какая-то? Вот не ерунда. Я решил вам об этом рассказать. На этом прощаюсь, друзья. Группа ВК растет, крепчает. И вы тоже подписывайтесь. Кому это видео казалось полезно, конечно же, ставьте лайки. И вступайте в сообщество людей, любящих кулинарию. Не бла-бла-бла рецепты, а кулинарию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока.